Добрый день! Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня 6 ноября. Блогер из Перми, сотрудник КГБ, бывший опальный бессонный Сябович. Сегодня, кстати, у нас демонстрация в Перми коммунистов. Я к ним хожу традиционно, как дань памяти той погибшей империи великой, с недостатками и так далее. Да, вот меня спрашивают про пожар в Костроме, что там и так далее. Ну, я, кстати, не отслеживал особо. Насколько я знаю, он стрельнул из ракетницы военной. Значит, а что такое военная ракетница? Падающая, смотря на каком патрон он применил. Если вот эта падающая очистительная ракета, она на порохах, она нетушима. Она по 5-7 минут висит в воздухе, освещая и так далее. Причем там такое количество пороха, что она может поджечь всего что угодно. Он нетушимый, более того. У нас аналогичная ситуация была в Перми, 159 человек погибло. Почему? Узкие выходы, обшито все горючими материалами. Когда петарды использовали, все это загорелось. Ну, и по всей стране, ну, после таких ситуаций, как правило, проходит проверка всех организаций на предмет пожарной службы. Проверяют все, так сказать, выходы коллекционные готовят. Но у нас же нет системы управления. У нас, более того, раньше в УПК следствие было обязано скрывать причины, способствующие совершению преступлений. Когда такая большая трагедия, вот 150 человек погибло, как в Перми, тут же следователь выносит постановление о проведении проверок всех общественных мест в стране на предмет соответствия эвакуационных выходов, на предмет горючих материалов обшитых, чтобы они не горели и так далее, вентиляции. Ну, это все, знаете, делается формально. Там заплатили, тут отдали. То есть, к сожалению, как таковой системы управления в стране нет. Еще раз говорю, нет. Ну, и мой случай с руководством КГБ, ФСБ тогда, в Ельцинском, да, когда при помощи бандитов выселяли, выселяли из дома, из квартиры служебной для чеченца, через чеченских бандитов ребенок поставил покушение на убийство там. То же самое, я исполнял свои должные обязанности, доложил прокурору, за это меня в сумасшедший дом. И как будто так и должно быть. То есть, как будто все в тюрьме руки, а нет, человека нет, ну, а как, что значит, нет. Все равно преступление. То же самое и здесь, да. То есть, фактически, я уже говорил, что когда была хромая лошадь, то нужно было возбуждать по 210-й. Нужно было доказывать, взятки давали пожарным службам за, так сказать, и так далее. Вскрывать всю эту цепочку получения, откатов, взяток. Для чего следствие-то нужно, чтобы это больше не повторилось. Но, к сожалению, отделались только. Посудили на 8 лет оказания услуг, несоответствующие одну статью. Хотя там 210-й, чтобы получение взяток, откатов, куда заносили, там все показывается. Взятку можно доказать на показаниях свидетелей. Все совершенно, все истинно устанавливается по любому делу, было бы желание. То же самое здесь мое дело уголовное 05-66-12. Оно болтается, прокуратура не расследует, потому что руководство ФСБ, они его трогать не хотят. Я не даю им успокаиваться, потому что покушение на убийство, там нет сроков давности, 74-я УК. Ну, работаем. Ну, вот в такой стране мы живем, поэтому, чего вы удивляетесь. А он стрельнул, видимо, из ракеты, осветительной этой ракеты. Она 7 минут горит, там такое количество, ну, пьяный был, может, контужен, дурак. Привез ракетницу, видимо, с боевых действий. А она горит так, что ты ее не потушишь, там порохов, там такой разряд. Она освещает огромное количество ночи, освещает эту территорию, это осветительная. Мы, когда учения проводили, их гоняли, как днем было светло, потому что очень большой объем горения там у нее. Там специальные добавки в порохах. Поэтому ничего удивительного. И тренаж трупов, люди пришли отдохнуть. А у нас 159 в Перми трупов было. И все это продолжается и так далее. Спасибо, Ваш Бессонна Себоревич.